МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приглашаю вас в киноисторию. Я Алексей Юдин. Любой конец – это новое начало. Эта мудрая сентенция вновь и вновь доказывает свою правоту в истории человечества. Так было и так будет. Однако концы бывают разные, незаметные и поистине катастрофические. Так в истории Европы XX века самой страшной катастрофой, конечно же, стала Вторая мировая война. А ее завершение, та победа, которую мы празднуем и по сей день, явилась избавлением от чудовищного зла для всех народов, включая самих немцев. Однако архитекторы этой катастрофы, Гитлер и его ближайшее окружение, считали поражение Германии концом ее существования и не видели будущего для ее народа. Вот уникальное свидетельство, которое оставила нам личная секретарша фюрера Траудль Юнге. Именно ей за два часа до самоубийства Гитлер продиктовал свое политическое завещание. Впоследствии Юнге вспоминало. «Мне пришло в голову, что сейчас я стану единственным человеком на Земле, который узнает, почему все это случилось. Он должен был сказать что-то, что объяснило бы все происшедшее, что научило бы нас чему-то. Он должен был что-то нам оставить. После всего этого разочарования, после всех страданий, которые мы пережили, он не произнес ни одного слова сожаления, ни намека на сострадание. Я помню, как тогда мне подумалось, что он не оставляет нам ничего. Да с нихц. Ничего для себя и ничего для своего народа». Тем не менее, конец Гитлера и крушение Третьего Рейха стало началом новой Германии, началом ее трудного пути к возрождению. Сегодня перед нами предстанут последние дни Рейха. Мы увидим их в бункере Гитлера и в осажденном Берлине. А увидим мы их преимущественно глазами той самой Траудль Юнге. Именно ее воспоминания легли в основу сценария фильма «Бункер», созданного в 2004 году немецким режиссером Оливером Хиршбиглен. Внимание на экран.